Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Караоке в подарок Но ведь она хочет стать певицей Хотела, когда ей было 12 Время идет Спасибо, папа Пожалуйста Я хочу быть певицей, только не говори маме Договорились Держи и фото для альбома У нас есть профессиональный фотограф Улыбнись, милая Красавица О, боже! О, боже! О, боже! Бабочки, вот это да! А это тебе, дорогая Поздравляю! С днем рождения, детка! С днем рождения! О, стюарт, ты неподряжный? Я знаю Привет, Брайан! Стюарт Она уже не маленькая девочка, а? Да, верно Ты останешься наоборот? Нет, спасибо, не могу Я только хотел ее с днем рождения поздравить Рад был тебя видеть И я тебя Спасибо С днем рождения, Кем? Девочка моя Брайан! Салют! Ты забыл? Проходите Я ведь тебе напоминал Это суббота, мая Жареное мясо, красное вино Ты все забыл? Он безумно занят своими мыслями Да, бурная жизнь офицера в отставке Каждый день новое приключение А правда, чем вообще наш отставник занимается? Подолгу спит Играет в гольф Охмыряет богатых ног Это когда выпьет Да бросьте, вы же знаете, почему я здесь И как все продвигается Отлично, у нее сегодня день рождения Представляете, Ким уже 17 Ух ты! 17? За нее Ленни так же воротит нос от тебя Она больше не Ленни Она Ленор Она все такая же Да А ее муж? Какой же? Само совершенство Это копнуть глубже, дерьмо вскроется Да Мы можем покопать, если хочешь Он давно его проверил, наш мистер супер детальный Спасибо, парни Как твой Аким? Хорошо Все хорошо Да? Она еще не прозрела? Ну, мы над этим работаем Она понимает, что для того, чтобы быть ближе к ней Ты отказался от твоей жизни От какой жизни? А помните, как было в Бейруте, когда командир исчез? О, боже Брайан завязался тогда с этим чокнутым из Хизбалла Тот обещал вывезти нас оттуда и вдруг пропал И мы рвали задницы на части, чтобы выбраться из этой западни А где был ты? Я обещал, что никогда не пропущу ее день рождения Да, тебе здорово досталось в Ленгли Когда они узнали, что ты, чтобы посетить день рождения дочери, за 9 тысяч миль сбежал Куда тебя за это сослали? За полярный круг? Шпионить за пингвинами, наверное Нет, нет, пингвины живут в Антарктике Вообще, это была Аляска К чему ты ведешь, Сэм? У нас есть свой кусок пирога, и если хочешь, присоединяйся Кто будет с кровью? Пока, Брайан Увидимся Покойной ночи Слушай, шутки в сторону, давай серьезно Здорово, что ты пытаешься восполнить упущенное время с дочкой А как насчет поработать завтра? Тема здесь Часа 4, работа, 250 Мадам, простите, если вы не против, я бы не останавливался Моя мама, мадам, если вы не против Чего, хватит пора идти Отлично Берни Кейси, вы здесь Я буду у входа Брайан, ты в комнате Хорошо Идем, 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 идем Спасибо Здорово, очень красиво Спасибо И тут звонит мне спутник Лини, я рад, что ты мне позвонила Рад, что ты позвонила Что, пообедать завтра? Ну, конечно, я знаю это место До 12.30 До встречи Вот и он Чего? Что случилось? На обед пригласила Хорошо Только я и она Ну и порядок Супер Прогресс Отлично Кто оставил двери открытыми? Брайан, уводи ее отсюда Как мог быстрее Легем Живо, живо Уходите, уходите Давайте еще охранника сюда Давайте быстрее Кейси! Господи Все, бежим Парни, мы готовы Все, они выходят Скорей, скорей На, выпей Сахар снимет состояние, Шок Давай, давай Пей еще Все хорошо Ты в безопасности Успокойся Тише, тише Все нормально Берни Кейси Да Рэмбо Серьезно, Брайан Может, поработаешь с нами? Для отставника Ты в отличной форме Она идет в колледж В следующем году Да Расстанетесь Я буду с ней рядом Мистер Миллс Она вас зовет Как самочувствие? Лучше Вы говорили, ваша дочь Хочет стать певицей? Да, с самого детства Все ведь не так Как многие представляют Когда гламур спадает Остаются бесчисленные номера отелей Бесконечные аэропорты Ей этого хочется Здесь номер телефона Джио Моего педагога по вокалу Он определит ее способности И проведет с ней несколько занятий Я их оплачу Второй номер моего менеджера Если Джио возьмется У нее появится шанс Спасибо Нет, мистер Миллс Вам спасибо Вот она Папа! Привет, Милла Привет Привет Чего разволновался? Я просто удивлен Я думал, что будем только Ким и я О, это я маму посвала Малиновый банановый молочный коктейль С вишней, как ты любишь Спасибо Ленни, Ленор, а ты что-нибудь будешь? Спасибо, ничего Итак Пап, ну, знаешь что? Помнишь мою подругу Аманду? Да Ее кузены пригласили нас провести каникулы с ними в Париже Круто, правда? Зачем тебе ехать в Париж? Да ты что, шутишь? Лувр, музей экспрессионистов, музей Пикассо Ты искусством интересуешься? Конечно Я в музее современного искусства уже сто раз была Аманда ездила во Францию прошлым летом И неплохо говорит по-французски А пока тебе нет восемнадцати, необходимо мое разрешение на выезд Ну, пожалуйста Я правда очень хочу поехать У них там шикарная квартира с видом на сену Только ты и Аманда И ее двоюродные братья Не делай из мухи слона, Брайан Просто подпиши Что? Мне не по себе из-за этого Папа Я знаю мир, детка Папа, пожалуйста Семнадцатилетней девушке не следует путешествовать одной Я не буду одна Две семнадцатилетних девушки Аманде девятнадцать У меня предложение А что если я поеду с тобой? Ты даже не заметишь, что я рядом Я умею быть незаметным Ты это неплохо демонстрировал на протяжении всей ее жизни Пожалуйста, подпиши бумаги, Брайан Я подумаю Да, брось, Брайан Всем ясно, что означает твое подумаю Слушай, Ким У меня кое-что есть Мне больше ничего не нужно Ким Я не понимаю Чего? Ты пожертвовал нашим браком ради служения стране Ты разрушил свою жизнь ради служения стране Ты не можешь хоть чем-то пожертвовать ради своей дочери Я бы всем для нее пожертвовал Тогда в чем проблема? Я не могу подвергать ее такому риску Бред Что у рискованного в поездке в Париж? Ты просто жалок Она сейчас придет Спасибо Три условия Мне нужны адрес и телефон, место, где ты остановишься Хорошо Если ты переезжаешь, я должен знать, где и с кем ты будешь жить Ты звонишь, как приземлишься Звонишь мне каждый вечер перед сном Да Это международный Мой номер в него внесен Хорошо, хорошо, класс Ким, ты меня не слушаешь? Нет, слушаю Что я сказал? Ты сказал, я должна звонить тебе, когда прилечу И каждый вечер перед сном И телефон международный, и твой номер в него внесен Хорошо И последнее Я отвезу тебя в аэропорт Хорошо Держи Класс Спасибо, 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 спасибо Спасибо, спасибо. Мам! Я люблю тебя, папочка. Мама, подписал, подписал. Я позвоню Аманде. А не проще было это сделать с первого раза? Намного проще, если бы мы это сначала обсудили. В Париже есть определенные места, которых стоит избегать. Я их записал. Возьми. Мы будем проводить 90% времени в музеях. Не о чем беспокоиться. Это все равно, что утверждать, что вода не мокрая, детка. Мама говорит, работа сделала тебя параноиком. Моя работа сделала меня, знаешь. Я спрашивала у мамы, что у тебя за работа и почему тебя нет дома. Она велела спросить у тебя. Но когда я тебя видела, боялась спросить. Из-за чего? Не знаю. Может, потому что боялась это узнать. Вдруг бы мне не понравилась эта работа. Я работал на правительство, ты же знаешь. Значит, ты был классным шпионом, да? Что будет, если я нажму эту кнопку? Нельзя трогать эту кнопку. Ну, я тогда был своего рода предотвратитель. Вообще-то. Ты предотвратитель? Да. И что ты предотвращал? Плохие вещи, которые могли случиться. Значит, это была хорошая работа? Да, все так и было. Ты по ней скучаешь? Меньше, чем по тебе. Ким! Пап, это Аманда! Беги к ней, я возьму сумки. Я так рада! Это просто здорово! Джимми поможет тебе с вещами. Я справлюсь. Ленор, ты знаешь об этом? Она собирается не только в Париж. Я знаю. Она солгала мне. Она не может быть честной с тобой. Почему? О чем ты говоришь? О твоих правилах и условиях. А это что? Это гастрольный маршрут еду. И она будет за ними колесить по всей Европе? Что-то такого. Стюарт достал билеты, забронировал номера в лучших отелях. В лучших отелях? Знаешь, ты живешь здесь, в этом мирке, за его стенами. У тебя и прислуга, и водители, и помощники. Ты абсолютно не знаешь, какой мир на самом деле. Да, и она не узнает, пока сама не посмотрит на него. И кто бы говорил, что я не знаю мир. Пять лет я ждала телефонных звонков, которых не было. Неделями. Стука в дверь, означающего, что звонков больше не будет. Я знаю, что ты приехал сюда, чтобы наладить отношения с ними. Но нельзя давить на нее. Дай ей жить, или я тебе обещаю, ты быстро потеряешь ее. Девочки. Улыбочка. Ким. Спасибо. А вы откуда? Мы из Калифорнии. Оу. I wish they all could be California girls. А я Питер. Мамбель Аманда. Это Ким. Рад познакомиться. Привет. Привет. А вы едете в Париж? Уи. Знаете, такси здесь безумно дорогое. Давайте пополам. Да. Конечно. Я сейчас поймаю. Спасибо. Чтобы проверить время прилёта, нажмите 1. Введите номер кейса. Рейс 288. Прибыл в аэропорт Шарль-де-Голе в Париже. 8.00. Я тоже здесь выйду. Не может быть. Обалдеть. Классное место. О, да, спасибо. Это дом моих братьев. Но они уехали в Мадрид на всё лето, так что мы тут вдвоём будем. Супер. Я этого не знала. Это не важно. Извините, но мне пора. Рад был познакомиться. О, ну ладно. Мы тоже. Пока. А знаете, сегодня вечеринка у нас в школе. Хотите пойти? Конечно, хотим. Аманда, мы его даже не знаем. Да ты что, он клёвый. Я зайду за вами около девяти. Да, хорошо. Ну, отлично. Номер квартиры? Весь пятый этаж, Хаффман. Тогда до вечера. Хорошо. Пока. Пока. Да. Неофриу-ля-пом. Пятый этаж. Две восемнадцати лет. Ох, ничего себе. Неплохая, да? Ты шутишь. Просто классная. Ну, почему ты не сказала, что твоих братьев не будет? Какая разница? Папа думает, что они будут. Да, и ты собираешься ходить по музеям. Да брось, он ничего не узнает. Я пересплю с ним. С кем? С Питером. Вы только познакомились. Я слышала, француза изумительно в постели. Может, у него есть друг? Нет, не надо. Да брось, надо же её когда-то потерять. Может, это будет в Париже? Нет. Ох, вот так. Питерим-то! 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 Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ясно Но если бы у меня был номер квартиры, где ты остановилась, я бы сразу позвонил Какой там номер? У меня... у меня его нет Кимми, пожалуйста Это одно из условий Дай мне поговорить с одним из этих братьев Я спрошу у него Пап, они в Испании Я этого не знала, клянусь В Испании? Ким, больше ничего не хочешь мне рассказать? Кимми Кто-то пришел Что, братья вернулись? Нет Они схватили Аманду Что? О чем ты говоришь, Кимми? Что происходит? Пап! Ким! Папа, ее схватили! Они схватили ее! Так, слушай меня О, Боже! Вы с кем-нибудь знакомились в самолете? Нет! В аэропорту? Нет! Да, с Питером! Питер кто это? Не знаю Американец? Нет! Он знает, где вы остановились? Он с нами ехал Папа, Амин Я боюсь Я знаю Возьми себя в руки Ты должна собраться Сколько там человек примерно? Три, четыре Я не знаю Где ты? Я Я в ванной Иди в соседнюю спальню Залезь под кровать Хорошо Штаб Я здесь Теперь Слушай меня Очень внимательно Они тебя схватят Ким, сосредоточься Малышка, это очень важно У тебя пять, может, десять секунд Очень важных секунд Положи телефон на пол Сконцентрируйся Говори о них все, что сможешь увидеть Цвет глаз, цвет волос Высокие, низкие, шрамы Все, что увидишь, поняла? Да Они там, я их слышу Сконцентрируйся, Кимия Положи телефон ближе, чтобы я слышал Они уходят Кажется, они... Папа Папа Усы Шесть футов Тату на правой руке Луна и звезда Папа 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 Я не знаю, кто ты такой Я не знаю, кто ты такой И что тебе нужно Если тебе нужен выкуп Сразу скажу У меня денег нет Но предупреждаю У меня есть много необычных способностей Которые я приобрел за свою долгую карьеру Которые сделали меня кошмаром Для таких ублюдков, как ты Если ты отпустишь мою дочь На этом все закончится Я не буду тебя искать И не буду преследовать Но если не отпустишь Я тебе обещаю Я тебя найду И убью Удачи Удачи Сэм Это я Нужна помощь Я кое-что загружу Сделай анализ Прямо сейчас Ее похитили О чем ты говоришь? У тебя есть враги за границей? Откуда у меня там враги? Ты ведешь бизнес за границей с Motable Shell Corporation Ты участвовал в нефтяной сделке с русской группировкой Около пяти лет назад Откуда ты знаешь об этом? Я не мог позволить своей дочери жить с человеком, о котором чего-то не знаю У меня тоже кое-что припасено Сейчас не время меряться достоинствами Еще раз спрашиваю, кто-нибудь желает тебе зла? Мне об этом неизвестно Где ее комната? Я хочу знать, что случилось Я говорил с ней по телефону В той квартире были люди, они похитили ее О боже Которая? Вот это Что я могу сделать? У тебя есть договор с Наджет через твою подставную компанию на Багамах Есть Достань мне самолет до Парижа Когда он нужен? Через час Мне нужно позвонить Ты как, ничего? Да, да Нормально А как ты будешь? Пожалуйста, верни мне ее, Брайн Вначале надо найти ее Сэм, что у тебя? Они говорят на албанском Судя по акценту и диалектам, должно быть они из городка под названием Тропойя Это место рассадник таких ублюдков Эти одни из самых отмороженных Того, с которым ты разговаривал, зовут Марко У нас есть информация, что мафиозный босс по имени Марко Очер приехал в Париж полгода назад Если это он, это крупная рыба И тату, кстати, знак их группировки Ты по громкой связи или один? Ленор здесь Привет, Ленни Привет, Сан Ей нужно услышать это Нам известно, что специализируются группировки из этих мест на торговле женщинами Дальше Хорошо В самом начале они предлагали женщинам из стран Восточной Европы Таких как Югославия, Румыния, Болгария Работу на Западе в качестве домработницы нянь Когда те приезжали на место, их сажали на наркотики и превращали в проституток Однако затем эти ублюдки решили, что выгоднее заниматься похищением девушек-туристок Экономия на транспортных расходах Моя маленькая девочка Что еще? Основываясь на знании того, как работают эти группировки, наш аналитик говорит, у тебя девяносто шесть часов с момента ее похищения А потом? Потом ее уже не найти Шесть впрочем Экономию Экономия Вся Экономия Экона Экономия Экономия Он начинал. Мерси. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот мое резюме. В конторе по трудоустройству сказали, что нужно будет переводить. Да, с албанского. Вы знаете албанский? Албанский, сербский, хорватский. Я был учитель на начальной школе, пока не началась война. Какой тариф? Мой тариф? Обычно 25 в час за первые три часа, затем цена уже растает до... Это за 10 часов. Жди здесь. Мистер Смит, я не понимаю, а что мне нужно будет делать? В данный момент ждать меня. Добрый вечер. Привет. Ищешь подружку? Классное платье. Это шелк? Не знаю. Хочешь узнать расценки? Снизить ведь не получится. Наверняка это шелк. Он так здорово подчеркивает изгиб твоего тела. Такса 40 евро за стандарт. Стандарт? А ты умеешь быть более изобретательна? У меня дома стандарт включает весь набор услуг. Скажем, поцелуи с закрытым ртом, с открытым ртом. Слушай, если не покупаешь, отвали. Нет, нет, нет. Я не сказал, что я не покупаю. Я хочу все проверить, прежде чем покупать. Я вот караоке себе покупал, так я прочитал, как им пользоваться. Наверное, раз сто. Не меньше. Мне на твою караоке наплевать, ясно? У меня будут проблемы, если не купишь. Проблемы? Правда? С кем? В отвале от меня. Ой-ой. Хорошо, хорошо. Слушай, извини. Скажи, пожалуйста, если я покупаю комплект услуг, мне скидка будет? Ты мне двоих стоил. Меня зовут Брайан. Я думал, мы договорились. Ну, Тон, клянусь, я не виновата. Я ему сказала. Зачем беспокоишь девочку? Не твое дело. Это мой бизнес. Если ты не тратишь деньги, ты стоишь нам денег. Но мы обсуждали. Нечем обсуждать. Цена есть цена. Ты должен мне за тех двоих, что уехали. Ничего, я тебе не думаю. 50 евро. Или я надену тебе стою. Конечно, конечно. Хорошо. Остынь. Надо же. Сейчас. Вот твои 50. И еще 50, чтобы ты не был таким придурком. Давай, вали отсюда. Еще раз увижу, грохну. Мистер Смит, я не знаю, что вам от меня требуется, но это совсем не... Тебя наняли переводить. Да, но что именно переводить? Это. Переводи. Они говорят о вас. Что именно? Нехорошая вещь. А поконкретней? Они говорят... Извините, мистер Смит, какой вы придурок. Если бы вы мне объяснили, зачем мы это делаем, то можно... Просто переводи. Один говорит, что у него из-за колбасы и жога. Что еще? Другой предлагает лекарства, которые принимает его бабушка. Вам нужно все это слушать, мистер Смит? Каждое слово. Сейчас они говорят о футболе. Игра между Лацию и Марселем. И они проиграли пари на деньги. Возможно, если бы я знал вашу цель... Тебе лучше этого не знать. Все еще о футболе? Один говорит по телефону. Он должен идти работать на строительную площадку. Что-то о новых товарах, создающих проблемы. Мистер Смит, я не понимаю, что это значит. Тебе это ни к чему. Всего доброго. Я просил англо-албанский словарь. Ты его принес? Да, конечно. Сейчас. Спасибо. Спасибо. Я регаловала проблера. Помимо. А я англо-албанский словарь. Я регал. Я регаловала проблера. Хорошо. Во? Хорошо. 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 Что-то. Что-то. Субтитры сделал DimaTorzok Я в порядке Кто тебе это дал? Кто тебе это дал? Я в порядке Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ты ведь не думал, что я и вправду к тебе приду, верно? Я не думал, что ты доставишь такие проблемы. Некогда было заботиться об аккуратности. Понимаю, у тебя 70 часов. Нет, уже 56. Нет, их у тебя нет. Мой шеф хотел арестовать тебя. Я убедил его выслать тебя домой. Мэр Франц 001. Вылетаешь сегодня в два. Первым классом. Любезность французского правительства за твои бывшие застлуги. А как же моя дочь? Я говорил, я теперь сижу за столом. И получаю приказы от того, кто сидит за еще большим столом. Ну, перестань. Семь человек погибло. Трое в больнице. Разрушены здания. Хаос. Он хотел посадить тебя за решетку. Это все, что я мог сделать, извини. Никакие извинения не принимаются. Не в этом случае. Ты не можешь бороться с государством. Ты это знаешь. Я не пытаюсь бороться с государством. Я пытаюсь спасти свою дочь. И это был трейлер. Вне здания. Негатив. Нет-нет, не надо. Не надо. Оставь это. Все хорошо. Это капельница с лекарствами для нейтрализации наркотиков. Все хорошо. Где ты это взяла? Где ты взяла эту куртку? Это от нее? От этой девушки? Я не крала ее. Мне было холодно. Она дала ее мне. Где? Где это было? В доме. В доме? В каком доме? В доме с красной дверью. Он сказал, сказал, что будет вечеринка. А девушка, которая дала тебе куртку, была в доме? Она была хорошая. Я знаю. Эта девушка моя дочь. Мне нужно найти этот дом. Ты знаешь, где он? Породи. Доброе утро. Что вам нужно? Мне нужен твой босс. Здесь нет боссов. Мы не делаем ничего плохого. Я нажму на кнопку, и 30 агентов будут здесь, прежде чем вы унесете отсюда свои задницы. Перестань тратить мое время, пока я тебя не посадил. Жди здесь. Оружие есть? Моя визитка. Доброе утро. Чёрный, один кусок сахара. И что тебе нужно? Я пришёл обсудить плату. Мы уже обсудили её с мистером Майконом. Мистера Майкона перевели в другой отдел. Такса будет новая. Так как вы считаете, что это слишком много, я вам всё объясню. Хороший кофе. За вами ведётся спутниковое наблюдение 24 часа в сутки. Мы знаем, о чём вы говорите, что вы делаете. Вы хоть представляете, сколько стоит хотя бы изменить угол направления спутника на расстоянии 200 миль от Земли? И стоимость этого растёт. И ваша плата, соответственно, тоже. Это всего лишь логика. Между прочим, можно узнать, кто из вас Марко. Зачем тебе это знать? Мне сказали Марко в деле. Мы здесь все, Марко. Марко из тропои. Мы все из тропои. Если вы любите поиграть, такса вырастет на 10%. Мистер, если ты пытаешься брать с нас деньги за то, что мы иммигранты, мы знаем закон. Я беру с вас деньги за то, что вы нарушаете закон. По какой статье вы хотите, чтобы вас арестовали? Наркотики, киднаппинг, проституция? Выбирайте. Вы приехали в страну, играете с системой и думаете, раз мы толерантны, то слабые и беззащитные. Ваша заносчивость задела меня, поэтому такса увеличилась на 10%. Ну что, приступим к делу или продолжим игру? Сколько просишь? 20% и больше такса расти не будет в течение года. Ама капокин. Как будет сахар, по-вашему? Шатер. Шайча. Очень хорошее вложение, господа. Увидимся через месяц. О! Друг дал мне это. На албанском не сможете перевести? На албанском не сможете перевести. Удачи. 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 Мы разговаривали по телефону два дня назад. Я же сказал, что найду тебя. Удачи. 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 Удачи! Продолжение следует... 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 Чем могу помочь? Я хочу увидеть мистера Санклера. Ваше имя, пожалуйста. Извините, вашего имени нет в списке. Проверьте еще раз. Заходи. Продолжение следует. Могу я вам помочь, сэр? Ваша штампанская. Поставь здесь. Могу я вам помочь. Сто тысяч. Сто пятьдесят. Итак, сто пятьдесят. Ваше шампанское, сэр. Двести. Двести. Двести пятьдесят. Вам налить? Да. Итак, двести пятьдесят. Двести пятьдесят. Продано за двести пятьдесят тысяч. Последний лот. Как обычно, мы оставили самый лучший напоследок. Знает английский, немного французский. Частота проверена. Эй! Извините. Убирайся. Торги начинаются со ста тысяч. Сто. Сто. Сто тысяч. Я сказал. Я слышал, что ты сказал. Покупай её. Итак, сто тысяч. Покупай её. 150, 200, 250, 300, 350, 350 тысяч, 400, 400, 450, 450, 450 тысяч, 450, 500, 500 тысяч, 500 тысяч, 500. Что? Продано. На сегодня торги закончены. Спасибо, что пришли. Можете забрать свои покупки. Пошли. Тебе отсюда не выбраться. Ты мне поможешь, если жить хочешь. Итак, мистер... Мы знаем, что вы не этот человек. Как вас называть? Хотя это совсем не важно. Гораздо важнее, что вы здесь делаете и, может быть, расскажете. Да, последняя девушка. Я ее отец. О, Боже. Верните ее мне. Я бы с радостью. Честно. Я ведь и сам отец. У меня двое сыновей и дочь. Но позвольте вам кое-что сказать, мистер, кем бы вы ни были. Это бизнес. Это ведь уникальный бизнес с уникальными клиентами. Я заплачу. В этом бизнесе нет возмещения, возвратов, скидок и выплат. Все сделки окончательны. Кроме того, осторожность. Это, пожалуй, единственное наше правило. Убейте. Только тихо. У меня гости. Нет. Субтитры сделал DimaTorzok Я ведь просил их расправиться с ним, не поднимая шума. Узнай, что там. Да, сэр. Постойте, мы можем все это решить. Я знаю, что вы чувствуете. Нам нужно поговорить, слышите? Мы можем решить этот вопрос. Вы не представляете! Где она? Пожалуйста, постарайтесь понять, что это... Есть. Есть судно у причала. Пожалуйста, поймите. Это был бизнес. Ничего личного. Для меня это было очень личным. УКОВОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok